Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Закончил, отслужил армию и вот я пришел в школу педагогом. Плюс работы преподавателя это настроение детей, веселое настроение детей, когда у них получается все, они с радостью приходят на урок. То есть смех, забава, то есть вот это наверное самое главное для меня. Я решил продолжить династию педагогов моей семьи. То есть у меня мать преподаватель, у меня тетя преподаватель, бабушка преподаватель. Отец тоже всегда чувствовал любовь к истории с детства. То есть меня всегда наинтересовало, всегда как-то душа к мне лежала. Уступил в университет Белорусский государственный педагогический университет. Сейчас продолжаю в нем учиться уже четвертый курс. И мне предложили работу в новостройке на Каменной горке. Я согласился, почему бы и нет. С сентября прошло не очень много времени, но пока нравится. Меня очень часто наоборот зашкольника еще принимают, поэтому иногда очень трудно найти с ними общий язык, потому что им самим трудно как-то на «вы» начать обращаться. Они всегда хотят на «ты», то есть считают своим трудным что ли. То есть иногда трудновато бывает. Нам понравился Антон Сергеевич Тим тем, что он очень интересно рассказывает. Интересно объясняет и весело провел урок. Узнали много нового. Спасибо Антону Сергеевичу за то, что рассказал много нового и чего я не знал. Плавание – это жизненно необходимый навык. Дети должны все уметь, считаю, плавать. А школа – это то место, где можно научить как можно больше детей плавать. Есть небольшая сложность, что каждый ребенок все-таки индивидуум, и надо найти к нему определенный подход. Постоянно сталкиваешься с какой-то новой ситуацией и для себя ее решаешь. Когда преподаватель мужчина, в этом есть особые плюсы. У мужчины более громкий голос. Все на это обращают внимание, и у большинства ребят будет усваиваться информация. И это очень хорошо. Стань спокойной, они более сдержанные. С ними чувствуешь себя более уверенной, да. Однозначно надо идти в эту профессию. Здесь интересно, здесь всегда чувствуешься молодым, и много сам узнаешь вот этого поколения. Ну, не бояться и пробовать – все получится. На сегодняшний момент это и труд довольно оплачиваемый, и детям не хватает, не хватает, в принципе, мужского какого-то внимания. А вот для того, чтобы ребята становились ребятами, то, в принципе, желательно, чтобы работали и мужчины в школе, не только женщины. Мне хотелось пожелать, чтобы мужчины, парни после университетов не боялись, не боялись приходить в школу, то есть работать. Здесь можно работать и воплощать себя, свои силы. То есть, ну, этого и хочется пожелать, чтобы больше мужского населения и коллектива у нас было в школе. Всем учителям я бы хотел пожелать терпения, здоровья, счастья, берегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!